Первое заседание Палаты представителей в новом составе пройдет 22 марта. Единый день голосования завершился в срок, показав высокий уровень организации и вовлеченности беларусов в избирательный процесс. Теперь на достойном уровне предстоит обеспечить переходный период. Седьмой созыв Палаты представителей заканчивает работу, восьмой только приступает к обязанностям, как подчеркивают эксперты, роль которого берет на себя депутатский корпус судьбоносная. Да, на седьмой созыв Палаты представителей выпало немало вызовов, санкции, пересмотра законодательств в связи с обновлением Конституции, агрессивная политика ряда западных стран. Многие решения приходилось принимать крайне оперативно, чтобы иметь возможность на законном уровне ответить на современные вызовы. Тем не менее, глобальная ситуация в мире в лучшую сторону не поменялась. Восьмому созыву предстоит продолжить работу в напряженных условиях. И главная задача – обеспечить безопасность государства и сохранить независимость. Я бы даже не позавидовал вот этому новому составу, да, то есть этой законодательной власти, потому что та роль, которую сегодня они сами на себя берут, но она действительно судьбоносна. Первое – это внешние вызовы. И с этой точки зрения даже не столько как противостояние, переформатирование из глобализации в регионализацию, а появление новых трендов, таких трендов, как искусственный интеллект. И мы видим сегодня, что он меняет вообще-то, так сказать, мировоззрение и отношение людей и внутри общества, и государства к обществу. Мы видим еще один такой тренд, как информация, информационная технология. Если раньше это были средства массовой информации или коммуникации между людей, то сегодня стали это инструмент влияния. В результате единого дня голосования белорусы одновременно избрали 110 парламентариев и более 12,5 тысяч представителей местных советов. Это профессионалы, тем не менее, есть что почерпнуть из опыта коллег, в частности, единство и оперативность в работе. Проще не будет, как неоднократно подчеркивал глава государства. Попытки нас расшатать продолжатся. Очередные поводы для этого – формирование ВНС и запланированные на 2025 год президентские выборы. Трагическая страница истории 2 марта в Беларуси вспоминают события 1942 года, когда нацистами были расстреляны около пяти тысяч узников Минского гетто. Массовое убийство каратели устроили прямо в лагере, а тела жертв сбросили в бывший карьер. Сегодня на этом месте скорби находится мемориальный комплекс «Яма». Накануне он стал местом притяжения для всех неравнодушных, представителей общественных, религиозных организаций еврейской общины Минска. Люди несли к подножью монумент, а цветы зажигали свечи по звуке метронома. Почтили память погибших. Трагедия Холокоста затронула каждую еврейскую семью в Беларуси. И не только. Сегодня в нашей стране делается все возможное, чтобы трагические события тех лет не были преданы забвению. А виновные в преступлениях против мира и безопасности человечества названы. В год оккупации Беларусь прошла через все ужасы гитлеровского геноцида. На нашей земле было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. В том числе более 70 еврейских гетто. Взрыв прогремел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Чупе произошло ранним утром на Пискаревском проспекте. В результате инцидента оказались повреждены окна и балконы на двух этажах здания. Ущерб нанесен как минимум пяти квартирам. Обошлось без жертв. Всех жильцов оперативно эвакуировали сотрудники экстренных служб. По данным местных СМИ, за медпомощью после случившегося обратились шесть человек. Еще одного госпитализировали. Сейчас власти проводят эвакуацию жителей соседних домов. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители. Точные причины происшествия пока не называются. Однако очевидцы утверждают, что это была атака беспилотника. Около четверти населения сектора газа находится на грани голода. Такие данные приводит продовольственная организация ООН. С момента начала конфликта количество гуманитарной помощи в анклав уменьшилось в четыре раза. Как сообщили в организации, их конвои с продовольствием накануне впервые за неделю удалось добраться до северной части анклава. Около половины пахотных земель газа уничтожены, а более 97% воды непригодны для питья. Чтобы выжить, местные жители начали питаться дикими травами. Всего, по данным Минздрава, газа и количество погибших с начала конфликта превысило отметку в 30 тысяч. На фоне этого Израиль продолжает продвигаться вглубь сектора, готовясь к проведению наземной операции в Рафахе. А не лучшее в своем деле в Гродно определили победителей республиканских соревнований по многоборью среди спасателей. В этом году за главный приз сражались 9 команд из всех областных управлений МЧС, Университета гражданской защиты и спецотряда «Зубр». Согласно легенде, команды обследовали территорию в поисках потерявшейся туристической группы. На каждом этапе судейский корпус создавал сложности для соревнующихся. За два дня они преодолели около 60 испытаний, десятки природных преград, усталости и бессонной ночи. Прошли более 70 километров по пересеченной местности, чтобы обнаружить, оказать помощь и эвакуировать пострадавших. После такой школы спасатели точно будут готовы ко всему. Никто не знает, что их ждет в дальнейшем. Вот они знают точку, на которую они сейчас побежали. И здесь, в наших соревнованиях, секунды решают все. Точно так, как и в жизни. Если прибыв на чрезвычайную ситуацию, наши ребята где-то замедлят, это стоит человеческой жизни. Здесь, в этих соревнованиях, настоящие профессионалы. Те ребята, которые спасают ежедневно человеческие жизни. Но сегодня самые лучшие профессионалы нашей страны соревнуются между собой. Участие в дальних соревнованиях, в первую очередь, это бесценный опыт, который мы можем потом применить в будущем при ликвидации какой-то чрезвычайной ситуации. Такие ситуации у нас чрезвычайные случаются, к счастью, не очень часто, но иногда случаются. Поэтому мы должны быть готовы, чтобы без всяких замедлений, промедлений, спасти человека. Задания были максимально приближены к реальным ситуациям. Финальным испытанием стал ночной марш-бросок. Лучше всех себя показали гродненские спасатели. Они стали обладателями главного приза соревнований. Укрепить здоровый дух и дипломатические отношения. В спортивном комплексе Академии управления при президенте Беларуси проходит международный турнир по волейболу. В числе участников представители управленческой кузницы кадров, посольства России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ. Команды борются за главный приз, переходящий кубок Академии управления. За время проведения турнира он побывал в посольствах различных государств. Участники отмечают, что состязания помогают не только проверить свои спортивные возможности, но и укрепить дружественные связи между дипмиссиями. Это действительно яркий пример так называемой народной дипломатии. Когда здесь у нас на базе Академии управления при президенте Республики Беларусь мы традиционно проводим такой замечательный международный турнир по волейболу. Это самый такой яркий пример, когда мы можем пообщаться, поиграть вместе, посоревноваться и установить какие-то неформальные контакты, еще раз сблизиться. Участвовать в этих спортивных состязаниях, но в то же время сблизиться с коллегами, с друзьями, больше общаться. Поэтому я считаю, что это очень своевременно. Ну, в первую очередь, хотел бы так сказать, что вот находясь в Беларуси, ждут достаточно много период времени, я чувствую себя здесь очень комфортно. История международного турнира в Академии началась более 20 лет назад. Первая встреча состоялась с посольством Казахстана. Лаборатория подготовки талантов начала работу на базе 2-й гимназии Витебска. Это уникальный проект лучшего учреждения образования страны. С одаренными ребятами занимаются опытные педагоги, которые подготовили победителей международных и республиканских олимпиад, стобальников ЦТ. На углубленном уровне они изучают математику, химию, биологию и иностранные языки. Как учитель математики я хочу сказать, что на протяжении многих лет, работая с маленькими детьми, это 3-й, 4-й, 5-й классы, в нашу гимназию пришло очень много талантливых ребят, примером которых являются наши ребята, которые сидят за партами. Здесь ребята мотивированные, приходят на занятия лаборатории талантов, что приносит особые плоды. То есть они развиваются, что дает высокий уровень развития данного предмета и развития этого ребенка. Владислав Владыка в лаборатории талантов с 3-го класса, одаренного юного математика, заметили сразу и приняли в гимназисты. Сейчас победитель областной олимпиады готовится к республиканскому испытанию. Учителя развивают здесь направления как и школьные, так и олимпиадные. И по результатам моей работы в лаборатории в 3-м и 4-м классе меня перевели сюда как гимназиста, в лучшую гимназию страны. И здесь я уже продолжаю нарабатывать свои результаты. Вторую гимназию Витебска не зря называют кузницей медалистов. Только за три года здесь подготовили 80 победителей республиканских и 27 международных олимпиад. Учреждение образования является лидером и по итогам научно-практических конференций почти 100% выпускников становятся студентами ведущих вузов страны.